Свою компанию по разработке и продвижению сайтов Алексей Егошин открыл Вишкороле еще в 2007 году. В начале сотрудников было всего трое, сейчас 27 человек. Это и программисты, и дизайнеры, и менеджеры по работе с клиентами. В этом году справили новоселье. Компания переехала в более комфортный офис площадью около 100 квадратных метров. Самым сложным было, говорит руководитель, сколотить команду профессионалов. Многих приходилось обучать. Впрочем, сейчас в каждом своем сотруднике Алексей Егошин уверен на 100%. Начинал работать над различными проектами как программист. Потом стал больше интересоваться именно проектированием, аналитикой и так далее. И некоторое время, но довольно долго работал, занимался автоматизацией предприятий наших в республике. Пока я там работал, еще один курс обучения прошел. Это была программа подготовки управленческих кадров, президентская программа. И вот именно после этого, когда я получил определенные знания в области управления, то есть возникла мысль все-таки применить уже те знания в информационных технологиях, больше применить именно в управлении, именно в сфере информационных технологий. Сейчас в год сотрудники компании «Цитрус» разрабатывают 60 интернет-сайтов для различных российских компаний. От Калининграда до Дальнего Востока поступали заказы и из-за рубежа. В числе крупных предприятий и организаций «Марьел», для которых были разработаны сайты, например, «Ишкролинский мясокомбинат» и «Хромотек». По заказу регионального Министерства экономического развития и торговли были созданы инвестиционные и ресурсные карты. Уже разработаны сайты и для большинства жилищно-эксплуатационных управляющих компаний и ТСЖ республики. Эти сайты должны быть эффективны для бизнеса. Поэтому мы всегда, когда создаем сайты, перед тем, как начинать это дело, мы всегда задаем клиентам вопрос о бизнесе, о том, как они продают, кому они продают, что они продают. И поэтому на выходе получаются сайты, ориентированные именно на их бизнес-процессы, на их продажи, на их целевую аудиторию. Мы разрабатываем сайты еще, чтобы они были удобными в управлении, надежными и так далее. Поэтому в качестве платформы для создания сайтов мы используем систему 1С Битрикс. Это система от лидера рынка. Это популярная в России система для управления сайтом, именно коммерческая система. Несмотря на свою занятость, Алексей Егошин находит время и для преподавательской деятельности. Сейчас магистром в ПГТУ он читает курс «Информационные технологии». Нынешним студентам Алексей даже немного завидует. ВУЗ стал современным университетским комплексом. Впрочем, и своим образованием гордится. Тогда еще МарГТУ, а именно факультет информатики и вычислительной техники, специальность программной системы, Алексей Егошин закончил в 1996 году. Получав диплом с отличием, решил пойти дальше. Я за все это время связи с ВУЗом не терял. Поскольку учился сначала, сначала 5 лет учился на инженера, затем в аспирантуре учился, потом защищал диссертацию, преподавал. Поэтому постоянно я в этом университете, а недавно еще с большим моим удовольствием я приходил сюда, чтобы разговаривать о новом проекте, о новом сайте ПГТУ. Свою супругу я встретил также в институте. Мы учились в одной группе на специальности ПС. Сейчас живем счастливо. У нас двое детей, все очень хорошо. Семья, работа, хобби. Если правильно выстроить свой график жизни, на все хватит времени, уверен бизнесмен. Будучи студентом, Алексей играл в рок-группе. Сейчас увлечения уже другие. С партнерами по бизнесу Алексей Егошин встречается не только на семинарах и конференциях. Ежегодно вместе с коллегами из других российских городов он отправляется в экстремальные походы. Байкал, Камчатка, Алтайский край. Говорит, впечатления остаются надолго. Сейчас, когда бизнес-процесс налажен, а клиентская база становится все больше, Алексей Егошин разрабатывает свежие идеи. В планах выходить на новые рынки, предлагать готовые сайты для целых отраслей, будь то образование, здравоохранение, социальная сфера. Путь к успеху, на мой взгляд, это образование, идея, люди и правильная организация. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студентами Волготеха сейчас являются почти 12 тысяч человек. Более трех тысяч обучаются по программам среднего профессионального образования. Найди и ты свой путь к успеху вместе с Волготехом. 27 апреля в Волготехе состоится День открытых дверей. Не упустите возможность напрямую задать вопросы ректору, деканам факультетов и сотрудникам приемной комиссии по ГТУ. Увидеть современные лаборатории и почувствовать яркую атмосферу студенческой жизни. Начало в 10 часов. Приглашаем абитуриентов и их родителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин